Ежегодно диагностируется более миллиона новых случаев рака кожи, от которых страдает каждый третий американец. Основным фактором риска является воздействие ультрафиолета от солнца, но потребление алкоголя также может сыграть свою роль. Однако большинство видов рака, связанных с употреблением алкоголя, находятся в пищеварительном тракте. От рака ротовой полости, рака горла, рака желудка, до рака печени и толстой кишки, с которыми алкоголь вступает в более прямой контакт. Почему рак кожи? Ну, исследование 30 тысяч американцев показало, что чрезмерное употребление алкоголя было связано с более высокой частотой солнечных ожогов. Возможно, что алкоголизм и выпивка являются признаками, лежащие в основе готовности игнорировать риски для здоровья и потери сознания на пляже. Но возможно это потому, что продукты распада алкоголя в организме генерируют такое огромное количество свободных радикалов, что они съедают антиоксиданты, которые защищают нашу кожу от солнца. Растения производят свою собственную встроенную защиту от окислительного повреждения солнца. И мы можем экспроприировать эти встроенные протекторы, употребляя эти растения в качестве защитников клеток в нашем собственном теле. Можно сказать, что фрукты и овощи обеспечивают лучшую полипрагмазию, лучшую защиту против развития рака. Употребление растительной пищи повышает антиоксидантный потенциал нашего кровотока, который затем может откладываться в наших тканях и защищать нас от разрушительного воздействия солнечных лучей. Но только недавно это было проверено. Если вы возьмёте 20 женщин и сожжёте их ягодицей ультрафиолетовой лампой до и после того, как половина из них ела томатную пасту раз в день в течение трёх месяцев, ну, половина из них, половина нет, было значительно меньше повреждений ДНК в верхней части тела у тех, кто ел помидоры. Таким образом, за 3 месяца до сезона бикини или даже всего за 10 недель, если мы едим много пищи, богатая антиоксидантами, такой как томатный соус, мы можем уменьшить покраснение кожи от ожогов на 40%. Это как будто у вас есть встроенный солнцезащитный крем в вашей коже. Теперь это не так хорошо, как солнцезащитный крем с высоким CPF, но большая часть воздействия ультрафиолета в течение жизни происходит, когда кожа не защищена. Таким образом, использование диетических факторов солнцезащитными свойствами может иметь существенный благотворный эффект. Но это работает в обе стороны. Потребление алкоголя снижает защиту в нашей коже. Если вам нужно выпить около 3 порций водки в течение 8 минут, не 10 недель, а 8 минут, уровень каротиноидных антиоксидантов в коже резко падает. Однако, если вы пьёте такое же количество водки с апельсиновым соком, антиоксиданты в коже по-прежнему падают по сравнению с первоначальным значением. Но пить отвертку не так плохо, как пить непосредственно водку. После напитков они подвергли добровольцев воздействию ультрафиолетовой лампы, стали ждать, как долго они будут гореть. Промежуток времени, пока они не начали краснеть, был значительно короче после употребления алкоголя, чем в экспериментах, где алкоголь не употреблялся. Либо алкоголь употреблялся в сочетании с апельсиновым соком. Это как дополнительные полчаса на солнце, основанные исключительно на том, что вы кладёте в рот, прежде чем отправиться на пляж. И апельсины довольно слабые. Не такие плохие, как бананы. Но ягоды лучшие. Исследователи приходят к выводу, что люди должны осознавать тот факт, что употребление алкоголя в сочетании с пребыванием на солнце или в солярии увеличивает риск солнечных ожогов и, следовательно, риск развития преждевременного старения кожи и даже развития рака кожи. Если нельзя избежать употребления алкоголя, ну, например, если кто-то вас удерживает, ну, или что-то в этом роде, вам следует убедиться, что у вас есть крем от загара, ну, или хотя бы сделать клубничный дайкири или что-то подобное, чтобы уменьшить окислительный ущерб. Продолжение следует...